Артек Детский лагерь «Хрустальный» – главный центр космических событий традиционно открыл смену большим концертом. Генеральным партнером смены выступила госкорпорация «Роскосмос». На тематическую смену приехали около 400 детей. Тематическая смена в Артеке проходит уже третий раз. В первую очередь удовольствие от творчества. Они будут работать в лабораториях. По итогу работы лабораторий их ожидает защита их творческих проектов, ну и, собственно говоря, награждение победителей. На протяжении смены ребят ждет множество встреч с интересными гостями. Одним из них стал летчик-испытатель Петр Валерьевич Дубров. У меня есть небольшой опыт в воспитании, потому что я помогал растить моего младшего брата. По себе могу сказать, что это очень сложно, очень ответственно, но и очень интересно. Это всегда процесс, когда учатся оба. И тот, кто воспитывает. Ну и тот, конечно, тот, кого воспитывает. Поэтому я очень надеюсь, что мы научимся друг у друга чему-то очень хорошему, полезному. И, конечно же, вынесем массу положительных эмоций от нашего общения. Капитанам отряда вручили отличительный знак. И по традиции на площади ярко запылал артековский костер. Поток позитива и хорошего настроения освещал Костровую площадь. Глаза детей радостно горели от впечатлений и их знакомств с новыми, интересными людьми. Ну это вообще круто. Даже когда я приехал, уже сразу получил... Ну проникнулся от атмосферы всего лагеря. Все вожатые сразу начали относиться ко мне приветствовать. Даже на кулемоне все хлопли друг другу, другим вожатым, другим ребятам, другим отрядам. Просто даже когда их представляли. С сегодняшнего дня началось путешествие с звездами вместе с Артеком. И как замечательно, что вместе с ребятами будут такие мудрые наставники, замечательные вожатые. Да пребудет с ними силам. Ура! Будь готов, всегда готов! Как гадали, ныть и топ! Камиль, что с тобой? Во мне живут эмоции от флешмоба первой в космосе? Да, согласна. Было круто. Давай покажем сюжет нашим зрителям? Давай! В День космонавтики в Артеке состоялось открытие четвертой тематической смены Пераспера Эд Артек. Основной частью масштабного события стал флешмоб, организованный при поддержке госкорпорации Роскосмос совместно с Артеком. Ребята выстроились в фразу «Первый в космосе» и фигуру спутника. Надпись символизирует подвиг нашей страны в освоении космоса. Очень интересный опыт, очень эмоциональный. Здорово было видеть такое количество энергичных, молодых людей, готовых потратить свои силы на то, чтобы сделать что-то очень интересное, очень красивое. Исполняющий обязанности директора МДЦ Артек Константин Альбертович Федоренко, который находился на площадке Московского международного образовательного салона, поздравил ребят с Днем космонавтики. Каждый из ребят дал клятву использовать все полученные в Артеке знания во благо человечества. Завершилась церемония открытия запуском воздушных шаров. Смотря как они улетают, каждый ребенок загадал желание. Старт к космическому полету длиной в 21 день дан. Софья Гуменникова, Яна Миронова, Артемий Хазегалиев, Глеб Заря, Артекфильм. А или О? Может быть А? Может быть О? Ян, ты что скучаешь? Пошли на обед всю анимацию пропустишь. Да погоди, я пишу тест по русскому языку. Теперь что, тотального диктанта не хватило? О, точно! Надо рассказать ребятам про тотальный диктант. 13 апреля в Артеке прошла ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». 16 лет ее проводят с целью показать, что быть грамотным важно для каждого человека. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором стал писатель-литературовед, журналист Павел Басинский. Для акции он написал 4 текста, один из которых посвящен пьесе на дне. Артек пишет «Тотальный диктант» уже второй год. Свои знания русского языка проверяют не только дети, но и сотрудники центра. Диктовать текст акции пригласили российскую киноактрису, модель Анастасию Микульчину. Если бы вы были на месте детей, как вы думаете, на какую оценку бы вы написали этот диктант? Ну, на четверку, да. На пятерку не уверена. Было одно правило, о котором я забыла. Это вот сегодня была подсказка по поводу того, что вспомните правила, да, которые вы повторяли. Потому что я бы там поставила запятую, я бы подумала, что это сложно сочиненное предложение, где два подлежащих и два сказуемых. А там на самом деле нет запятой. Я вот со школьных времен подзабыла уже это правило. Мне всегда очень радостно приехать в Артек, продиктовать ли, написать ли под диктовку, просто передаться с детьми, пообщаться с ними. Поэтому для меня повод не важен, но для меня просто радость быть сегодня здесь и сейчас, среди детей, среди руководителей ваших. Поначалу все немного переживают, ведь это очень масштабное мероприятие. Но вскоре волнение уходит на второй план. Все-таки необходимо проверять грамотность селения, потому что отражает именно уровень культуры и нравственности всего народа. Поэтому такие акции необходимо проводить не только с учащимися в школе, а абсолютно со всеми россиянами. Тотальный диктант – это отличная возможность понять, что заниматься русским языком нелегко, но интересно и важно. Яна Миронова, Кирилл Полежаев, Глеб Заря, Вимпресс. Оле-оле-оле-оле-оле! Крустальный чемпион! Камиль, ты чего кричишь? Абсолют же идиот! Ты представляешь! Я только что был на соревнованиях по артболу! Наши выиграли кубок космонавтов! Эх, жаль меня там не было. Ну не грусти, я тебе сейчас покажу, как это было. Давай! 21 апреля в Артеке прошли соревнования по артболу за кубок космонавтов. Игру привез вожатый из Ленинграда Юрий Юрген. Летом 1946 года он подготовил и провел первую спартакиаду среди старших мальчиков. Игра стала в Артеке традиционной, и артековцы дали ей свое название – артбол. Это одна из любимых подвижных игр в Артеке. Она вырабатывает у ребят ловкость, меткость, быстроту реакции, требует отличного владения своим телом, быстрого мышления и ориентирования в любой трудной ситуации. Несмотря на всю усталость, самая главная трудность – это была сосредоточиться, успокоиться и продолжить спокойно играть, и сдерживать эмоции. Все команды выложились по полной, а кубок Кагарина впервые за 7 лет достался детскому лагерю «Хрустальный». В общекомандном зачете они набрали больше всех баллов. Кроме игроков, участие в мероприятии принимали и болельщики. Трибуны не замолкали на протяжении всей игры. Соревнования продлились более трех часов, но, несмотря на усталость, все остались довольны игрой. Особенность этой игры – что она зародилась именно здесь, в Артеке. И это самое крутое, что в ней есть. Это командный дух, это все время соперничество лагерей, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Но мы все одно целое, потому что это артековская игра, и в нее играет только Артек. Ксения Зимарина, Екатерина Митак, Глеб Заря, Софья Квасова, Юнпресс. Ян, как же хочется побывать в космосе? Ведь там шусь, как интересно. Любопытно. Как выглядит Земля с космоса? Кстати, об этом на встрече с артековцами рассказывал космонавт Владимир Георгиевич Ститов. 22 апреля, в Международный день Земли, детский центр «Артек» посетил герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Георгиевич Ститов. На его счету 4 полета в космос и более 10 наград и медалей. «Артек» – это вообще сказка, чудесная сказка. И плюс еще общение с ребятами. Они у нас такие любопытные, хотят много чего узнать, я это приветствую, это очень здорово. Приезд космонавта не случайен, ведь все дети собрались в «Артеке» именно на космическую смену, которая носит символическое название – «Пераспера Эд Артек». Владимир Георгиевич встретился с детьми и рассказал им об истории своей жизни, полетах в космос, а также ответил на множество их вопросов. Космические полеты – это же ведь как песня, она уже не повторится, конечно, но это ты вспоминаешь с таким чувством любви к этому всему делу. В завершении встречи Владимир Георгиевич по традиции вместе с «Артековцами» посадили дерево на аллее «Пальм». Дарья Немцева, Софья Квасова, Глеб Заря. Юн Пресс Вот такой яркой и насыщенной была четвертая смена. Да, жаль, что он заканчивается. Но ничего, ведь конец – это всегда начало чего-то нового. С вами был Камиль Гелязев и Яна Галимова. Мы не прощаемся с «Артеком», а говорим ему «до свидания». «Артекове сегодня! Артекове всегда!» У-у-у! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...